так для нападать бешеная почему больное дерево она полишена иммунитета и при на нем процветает на здоровом дереве тли всегда минимум вот ходили мы вчера с этими двумя дамами очень серьезная должность у них особенно та которая зал лаборатории специалист по грибам искали 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 ну как так нет лишайника ну что ты будешь делать ну нет то его лишайника нету грибов нету мхов почвы нет для их развития живое дерево то есть вы считаете что брать можно отводки корневые они как раз здорово и будут потому что над ними еще не успели до издеваться благодарю за совет приватим так городничен от лишайника купорос но тут мы расходимся хотя и уважаю вас медный или железный лучше бордовская смесь там добавлено известь лучше холм это мелкодисперсная медь холм можно опрыскивать пылина озин я считаю так вот смотрите растет лишайник на дереве он растет гордичного еще есть шанс убедить хотя бы гордичного потому что грамотнейший мужик вот только ну как сказать смотрите вы берете дерево больно на нем появились мертвые клетки мертвые клетки служат почвой для лишайника вы берете бордовскую жидкость медный или железный купорос и вроде смотри а он же живой вы его вроде уничтожили дерево от этого болит не перестанет и сокращать жизнь и умирать не перестанет то есть это совершенно не ненужная работа абсолютно ненужная она не мешает дереву вот смотрите вот такую фразу придумал она не мешает дереву умирать поливать купоросом но дереву умирать она не это не не мешает как умирал так будет умирать я так хочу чтобы не поверил ну ладно я может убедил гордича ну как убедить тех кто это самое миллионными тонн ядохимикатов сумме по планете пользуется спрашивайте пока больше вопросов больше знаний это он марка в музея обращается так евгений очень заслуживался в конце курсика их разная вишни черешни часто входят на второй год очень часто да а это нормально вы знаете свойства вишни черешни еще и абрикосов и слив очень всех культур я про семечка хуже за я их никогда толком не садил вот если садил сходили по-разному но именно свойства при любой чуть опоздали спать будут вот даже вовремя посадил не все косточки имеют свойства а я наблюдал потому что я специально проводил опыт и доставал банки приносил домой у меня есть свой уникальный опыт и они начинают расщелкиваться прямо на столе вот представляете сфорицировал они будут достаточно сырые они достаты из песка 1 2 100 200 300 лежат на столе в тепле и каждый день расщелкивается но не все и когда я проводил опыта до конца уже июнь уже июль уже август банки раз потом спящие при прочих равных условиях и тогда я сказал себе природа придумала настолько расщепление свойства свойства разные что она их расщепляет и только допустим ранние всходы средние всходы поздние всходы но и по годам где-то катаклизм все что взошло погибло в истории развития растения водства природного не нашего еще когда закладывались устои то есть появлялись генотипы фенотипы какие-то имела свойства одновременного зайти все сдохли а где-то расщепление свойств одни сдохли а другие отлежались все середина лета снег идет нормально взорвался где этот самый вулкан заволокло небо тучи не прошли середина лета все в снегу все погибло черт из два тучи рассеялись приходит следующее лето солнышко пригрело и пусть один из сотни или один из десяти но взойдет почему он хитрый первый год не зашел вот так постепенно складывалось расщепление свойств это редкий случай когда я с наукой полностью согласен но невозможно расщепить то есть невозможно чтобы все за все в один год и это хорошо это природное свойство вот понимаете пусть и 100 не взойдет 10 это замечательно все-то я разговаривался так как сняли обработали подсушили чуток сразу песок холодильники это не гарантия в хвост ну так но мое мнение вы знаете сухом виде до нового года как и так по итогам прошлой зимы я бы не стал надеяться только на непривитые абрикосы пишет александр николаевич песоцкий в скобках смотритель я бы не стал надеяться на непривитые абрикос статистика извините в пользу привитых я посмотрел это невероятно набираю абрикос академик вижу свою фотографию нажимаю повтор и сколько их вижу их на полсотни то есть уже только одно фотографии полсотни этих украла вторую фотографию 70 сайтов и интернет показал 3 фотографии 34 10 пятую помните на прошлом листал 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 замучился листать это все украли в сумме получается несколько сотен ну наверное пункт статистика пользу привитых раз это может быть 200 300 400 500 мошеннических сайтов и все своими фотографии конечно убедительно спасибо за поддержку александр николаевич я это называю это продолжается его письмо я это называю прививкой закаленными частями дерева из косточки как показать практика и закаленные погибают очень быстро многие сердца закаляются через год-два-три но это долго и не совсем не всегда выживает так но я не за не против знаете шутка такая не за не против воздержался против за почему потому что в одном случае это так в другом случае это не так вот и делать надо так яйца класть несколько корзин то есть ничего я не беру крайности так давайте нажмем только бы это не видел было так выбор выбор кстати выбор я обреков груши они очень засухоустойчиво у вас выбор это все-таки эти самые это все-таки влияние это выявление атлантического океана я не знаю как бы грушу умудрились выразить я вас поздравляю только мне нужно немножко текста чтобы я перенес свою папку хорошо немножко текста чтобы я перенес свою папку вот так смотрим дальше так что александр пожалуйста сделайте так чтобы было еще а что за груша вот когда чего какую-то небольшую не на какую-то небольшую эту историю развития я радуюсь каждой такой фотографии а это вы меня спрашиваете что за сорт минуточку так у вас когда много влаги вот так распухает лада это скорее всего надо значит направление вот я не могу вы понимаете чудо фотографии вы посмотрите друзья как растут вертикально все ветки все ветки это свойство груз нельзя их приезжать это глупость дикость предательство к садоводству садоводом но предательство людей которые предатели поневоле них хрена не понимает которые говорят мы не будем калечить мы их жалеем мы сейчас растащим то есть мы сейчас гирь подавешиваем мы сейчас распорок подделать а александр не трогайте вот как растет так и растет это единственный шанс сохранить там где у вас повышенная сырость груша защищается от потоков воды вертикальными ветками я сам это придумал я на этом стою у меня наблюдение многолетние 100 разовое тысячи разовое а это лада она когда высоко влажно распухает становится похоже в отдельных случаях даже знаете на что уже не лапочку а на такую гантелью то в отдельные годы вот это признак важных когда нутра становится это признак лад и сами понимаете еще раз праздник за душе из-за этих из-за того чтобы ладу вырастили из-за того что ваша фотография дала лишний повод сказать руки прочь от груш с идиотскими отгибаниями и этими осветлениями умею убеждать нет не знаю так теперь надо вернуться где мы были нет так 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 вот стоит вылезти обратно влезть теперь не могу вот тут скорее всего тут тогда сейчас вот сюда а вот сюда вебинар все нашелся я александр спасибо за эту фотографию еще бы немножечко бы про него как называется историю развития это влада смотрите на каждом деле надо искать закаленные почки и привать черенками с эти почки закаленные куда вы правы мы с вами с одного поля ягода вот я дошел даже до целого открытия я дошел до нового направления под названием селекционное клонирование вот только вы пишите закаленные почки а для меня они не закаленные а изначально повышенные закалки нет изначально повышенному расстройкость в принципе направление ваших мыслей те же то есть а как находить после каждой аномальной зимы пол дерева мертвое пол дерева живое вот там и ищем